Песня Победы 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 Весь девятнадцатый год Лидия ездит по городам России, поёт для солдат перед отправкой на гражданскую войну. Теперь она настоящая эстрадная певица. Обыкновенная красавица с простым деревенским лицом. Её наряд не был похож на сценический костюм. На ней цветастая панёва, душегрейка, на ногах лапти. Даже когда Рушланова прославится на всю страну, она не станет шить костюмы по заказу, а будет покупать их у одиноких старух в деревнях Поволжья. Весь девятнадцатый, весь девятнадцатый, весь девятнадцатый, весь девятнадцатый, весь девятнадцатый. К тому времени у Рушлановой сложилась особая манера держаться на сцене. Она всегда стремительно выходила к зрителям и, не обращая внимания на аплодисменты, подходила к авансцене и всматривалась в зал. Казалось, певица ищет кого-то. В тридцатые годы в Советском Союзе появилось радио. У динамиков собирались семьями, а любимые артисты становились едва ли не членами этих семей. Лидия Русланова одной из первых приходит в студию Всесоюзного радио и быстро становится знаменитостью. А тиражи ее граммофонных пластин расходятся миллионами экземпляров. Теперь ее голос можно услышать в любом уголке страны. В редакцию Всесоюзного радио на имя Руслановой приходят тысячи писем. Как ни странно, как ни ужасно, но именно с началом Великой Отечественной войны популярность Руслановой выросла до небес. Не случайно она стала первой в списках артистов, рекомендованной для отправки на трон. Она и сама рвалась на трон уже осенью. Русланова вместе с концертной бригадой едет на передовые позиции. Первый концерт проходит в трех километрах от Краснодара, занятого немцами. Как-то после концерта молодой боец подходит к певице и говорит «Песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей». Спасибо, сердце таяло. Спой еще. И Русланова снова поет. Эта красивая женщина с неповторимым голосом была очень родной и близкой. Под ее песни солдаты забывали о том, что они на войне, где совсем рядом смерть. Когда пела Русланова, вокруг был мир. Рядом любимый дом, береза у палисадника. Песня «Русланова» Легендарная Руслановская «Катюша». Сейчас никто и не вспомнит, почему этим ласковым женским именем были названы самые мощные боевые машины реактивной артиллерии. Лидия Русланова на свои личные средства приобрела две батареи «Катюш» и передала фронту. Голос Руслановой вселял уверенность, силу и мужество, а порой заставлял забывать о боли. Однажды под Вязьмой Русланова пела в «Землянке» для маленькой группы солдат. А ночью одного из них принесли с тяжелым ранением. Он стонал в беспамятстве и все звал маму. Села я возле него, взяла за руку и запела тихонечко, колыбельно. Пою и слез не сдерживаю. Кажется мне, что это мой сын умирает. Я часто вспоминаю о нем, но так и не знаю, жив он или умер тогда. Русланова ездила с концертами по всем фронтам. Она не щадила себя, понимая, как нужна бойцам хорошая русская песня. Трехдневный бой за рейстак подходил к концу. Из разрушенного здания выводили пленных. На площадь въехал военный грузовик с ансамблем казаков. Русланова в сопровождении солдат одной из первых вбежала в рейхстаг. На ступени рейхстага вышли маршал Жуков, генерал Эйзенхауэр и Деголь. Их приветствовали аплодисментами, стрельбой. Но вот объявили Русланова, и овации вспыхнулись с новой силой. В небо полетели сотни пилоток, фураж. Солдаты падали на колени, Русланова утирала слезы. Так ее не встречали еще никогда. Она запела степь да степь кругом. Солдаты слушали и плакали. Это был ее 1120-й фронтовой концерт. Герои, победители, на груди тесно от наград, смеялись и плакали нестыдясь. И заказывали, заказывали свои песни. Кто сибирские, кто про Волгу-матушку, кто калужских мест, кто частушку шаратовскую. Свои знаменитые валенки Русланова пела тогда не меньше десяти раз. Этот концерт стал кульминацией ее творческой жизни. Я пою и вижу, что кто-то расталкивает людей и все ближе прибирается к нам. И вдруг бросается ко мне. Это был тот самый офицер, которого она поддержала своим пением в холодной землянке под Вязьмой. Он выжил. И рассказывая о том случае, всегда называл Русланову мамой. Гвардия певица, так ее называли, стала единственной исполнительницей, которая пела на ступенях Рейстага 3 мая 1945 года. Валенки, 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 они подшиты, старинники. Ох ты, Коля, Коля, Николай, иди дома, дом не гуляй. Не ходи на ток, конечно, а не напи девку мукаре. Валенки, валенки, валенки. В тот день русская песня в самом сердце побежденной Германии звучала до поздней ночи. Она прошагала вместе с солдатами фронтовыми дорогами. Была рядом все четыре страшных военных года. И за несколько дней до конца войны звучала по-особому. Как символ несгибаемого духа русского солдата. Как символ гордости бойца за себя и за страну, которую он спас. Песня словно говорила всему миру. Да, мы смогли. Мы победили. Субтитры создавал DimaTorzok